Так, покажу свой аутфит. Покажу свой аутфит. Мы опять пошли по делам. Поехали в Кореус. Собирать бумажки. Без бумажки. Ты какашка. С бумажкой человек. Это везде так. Не только в России. Это не бумажки. И бумажки за бумажками. Пипец. Хочу вам рассказать, что в фейсбуке нашла группу Ассоциация русских в Люрет-де-Маре. Невероятно счастлива. Только сказала, что как это везде есть ассоциации. И только в нашем Люрет-де-Маре нет ассоциаций. Мне сразу, буквально дня через три, приходит на почту оповещение, что зарегистрируйтесь в русскую группу в фейсбуке. В общем, я там зарегистрировалась везде. Я там нашла где-то около шести сайтов по поиску работы. Леша скажет, что я три дня смотрела и ржала. Да? Леша, расскажи, как я сидела на диване и три дня ржала, читала. Это вообще пипец. Во-первых, люди... Там работа, вот эти объявления вывешиваются для тех русских, которые живут уже в Испании, у которых есть документы, и которые уже говорят на испанском языке. Но там столько пишут людей, которые... Я понимаю, конечно, что вам очень хочется приехать и работать в Испании. Ну, поймите, ну, это нереально. Леша, реально сейчас без документов найти работу? Ну, ты закашляешь. Ну-ка скажи, как ты думаешь, это вообще... Нереально. Нереально. Вот даже... Ой, не знаю. Даже уже не то, что на документы смотрят, уже на возраст смотрят. Уже черти на чего. В общем, они роются, как свиньи в апельсинах, потому что такое огромное количество народу ищут работу. Притом, когда я открыла эти сайты, там, представляете, там девушки пишут, наши русские молодые, что они ищут работу, домработницы, няни, горничные, которым по 34 года, 34-36, и они пишут, что они не могут найти работу, у них и документы есть, и они говорят на испанском. Так что... Ну, не знаю. Какая-то катастрофа. Мы в паркинг заехали. Там выдается такой билетик. И когда мы будем выезжать, заплатим в кассу. И новый способ в Дюрет-де-Маре сейчас не припарковаться вообще. Потому что... Еще мало того, где раньше были бесплатные паркинги, там синие линии, да, нарисовали. У нас из-за этого фонался на нашей улице припарковать машину невозможно. Вообще, и все, весь народ ренулся в наш район, и все места позабивали. В общем, так. А, смотри, раньше здесь плакат Натали Тур висел, и все, нет уже его. Вот так. Вот, смотрите, отель Муньяль Клуб. Да у кого ностальгия, кто был здесь. Вот, смотрите. Так, идем, у нас вторая мы идем. Леша, иди. Я знаю, где дорога. Ну, что за манера? Да, Клеша, иди, кто тебя задерживает-то? Ты там все равно в очереди будешь стоять. Вот лишь бы показать, что он вот командует, а. Вот, знаете, это вот такая чисто мужская, видимо, черта, что хоть в этом показать, что он главный. Вот он впереди, Кореус. Кореус по-испански почта. Аж запоминайте, Кореус. А вот там желтый ящик. Смотрите, желтая тумба какая-то, не знаю, как сказать. Вот туда надо отпускать эти... Закрыто, что ли? А что делать? А что такое? С 9 до 30. С 13. Сегодня же понедельник. А может, надо звонить? В день кнопочка есть? Звонить, нет? А, День Санта-Кристина. А, тьфу. Все неправильно. Все, обломалось нам. И, значит, это аютаменту тоже закрыто, да? Аютаменту в Вен-Релесе открыто. Уверен? Это праздник Лоретта. А, праздник Лоретта. Так, наверное, сегодня будет этот фейерверк. Наверное, сегодня. Надо же это узнать, как бы не проворонить фейерверк. Ну, тогда в Вен-Релесе. Сегодня будет фейерверк, да. Надо сходить посмотреть. Да, да, я знаю. Нет, отначально посмотреть. Я там в конце месяца видела, а сейчас же не конец месяца. Именно на Санта-Кристину фейерверк у них, в Варенте. Он называется. Леш, тебе лишь бы не ехать в Бланус. Я проверю. Я позвонил в полисе, в локале, они скажут. Ну вот это Испания. Никогда не знаешь, когда у них эти праздники. Блин, зараза, а? Интересоваемые праздники. Они так работать не любят, если бы вы знали. Как вообще эта страна еще держится на чем-то, при таком нежелании вообще работать? Покажем вам кусочек флюрета. Все-таки так здорово вообще. Мы как местные жители очень любим, когда нет солнца. Ну, туристы нас не поймут, конечно, но мы любим дождик и любим, когда нет солнца давить. У нас вчера был дождик. И в Арселоне был проливной дождик. Да, здесь тоже был вчера ливень, страшный вообще был ливень. И похоже, сегодня опять будет. Зонтик не взяли. Мы въехали в Люре... О, в Петлю Реду. В Петлю Реду. В Петлю Реду. В Петлю Реду. Причем тут Борет? Слава Богу, мне его ларить. А че слава Богу-то? Отдохнем, будь обнимо немножко. Ну, 10. Мой любимый бедрерос. сейчас, подождите, мне надо... Так, куда-то же припарковаться надо. А, тут поворачивать нельзя, извините. А я знаю, там есть дырка. Я знаю, куда встать. Ну, здесь-то, ну, здесь нету Сабадели, да, с точной нарубой. есть, я его видел. Надо Сабадель тут искать. Может, тут это банк открытый, потому что у нас там праздник, вот это будет. Где-то вот здесь был, на этой улице, вот сюда, чтобы приехать. А вот сюда. Я же тебе тогда про эту говорила, про этот парк. Что сюда можно заехать. О, как хорошо. Пишу вам аютаменты наши, вернее, бедреровская. Не могу поближе показать, подойти, потому что там полиция, мне, наверное, не разрешат снимать. Вот, бумажку заказали, будет готово в четверг. Я говорил, чтобы Хуан ехал. В четверг уже сама за ней приеду. Сейчас мы тут узнали, где есть банк Сабадель. Слава Богу, есть в этом поселке, в нашем Бедрерсе. И солнце выглянуло. Вот так. Меньше надо было радоваться. Хочу вам показать какие-то цветочки красивые. Красиво так. Это частный дом такой красивый. Идем в китайский, надо в китайский магазин. Мне надо клей купить. Три раза уже ходила в китайский магазин. Соня, мы уже помним, что клей надо купить. Какие машины тут стоят. Не доберешься. Да, мы берем шеточки, приступим. Антон, да, да. Парикватерская русская речь со всех сторон как будто бы не достанет. Ну, а вон, покажи детишки русские. Не за... мальчик, Это какая-то самодельная царь. Мальчик. нельзя детей сомневаться. Мальчик, 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 мальчик. Мальчик, Смотрите, какой сервис. Вначале пострига, сейчас бреют. Красавец сейчас. Мы с Лешей опять пошли в KFC. Мы такие наглые. Я хочу каждую неделю своей милой от этой красавицы делать праздник. Чтоб она была радостная и красивая. Такая, как она и есть. Опять идем в KFC. Мой любимый KFC. Кстати, по-испански он не так называется. Как по-испански? КФЦ. КФЦ по-испански. Так что, если вы будете спрашивать, где KFC, вас никто не поймет. КФЦ. В общем, мы в KFC не попали. Там такая очередь у меня была. Мы пошли в Макдональдс. Но тут тоже есть эти куриные, как называют, крылышки. Ну, какая разница. КФЦ. Маш, ты не уча. Маш, ты не уча. Не уча. Не уча, это уже сильнее. И не видавая стеролика. Маша, завтра в Ницо опять уезжает. Пока я буду два дня дома одна сидеть. Ну, давай. Так, это вот мое. Это курочка, да? Мое увезение. Так, это курочка, да? Мое увезение. Это курочка. Это курочка. Майонез, это Леша стендвич или как называется, не знаю, а нет, забыла как называется, и картошечка. Салатыча мне пока не сделали. Вот такие курочки. Мой салатик. И Кока-Кол ты не положил, я лед положу, а там лед есть. Я не хочу его. А я хочу, чтобы он покажет. Как мы наелись. Наелись, все, Леша болтает там. Это автобусная станция. Леонид Демара. Ну, думаю, на этом сегодня закончу свой репортаж. Сейчас мы идем на паркинг. И Леша поедет, сначала меня домой отвезет. А потом поедет на Кожоль туда, чтобы готовить свой автобус. Пойдем, я в туалет пойду. Я не могу. Леша, ты вот, что попало на камеру? Что попало на камеру, говоришь? Леша, без комплекса. Да, надо. Ой, в машине сауна немножко открыли, чтобы проветрилось. В общем, на этом все. До свидания. Заканчиваем сегодняшний репортаж. Спасибо за ваши комментарии. Леша, скажи что-нибудь людям. Рад был бы с вами поболтать. Вам показать еще раз Ларен Девар. И спасибо за провождение вместе с нами Таниного праздника. Какого праздника? За Леша выходной. А, видите, как он от скромности не умрет. Ну ладно, до свидания. Большое спасибо за комментарии. Ставьте мне лайки и делитесь моим видео. Спасибо за просмотр.